всех приветствую сегодня у нас с вами я записал в новом году 2021 первый ролик под названием как придет иисус христос кто не смотрел я дам ссылку в описании если забуду напишите в комментариях я и в закрепленном комментарии дам ссылку вот на этот ролик я вы видите сначала вы просто изобразил потом добавил циферку 1 первой части сегодня хочу вторую часть записать как я вам уже говорил конечно же всегда всех приглашаю непосредственно на канал христолюб библийные писания там я целиком библию записал с чтением и моим комментариями но все-таки приходят какие-то мысли и дополнения и вот на этом канале христолюб проповеди упивающего в пустыне вегана я вот такие ролики выпускаю что-то сказать дополнить и там я конечно на библии пытаюсь знаете все показать места порой про одну тему все что можно только в писании показать здесь я так кусочками показываю да мы с вами в прошлый раз посмотрели только по книге откровения но все что я и я тогда в той книге дал длинное такое 10 минутное предисловие как и сейчас не могу остановиться до говорю что надо рассматривать когда мы какую-то тему разбираем и в евангелии посмотреть в апостолах и в принципе я так своим словам вспоминал слова иисуса но решил все-таки записать хотя бы вот еще вторую часть сегодня мы с вами почитаем евангелие от луки это 17 глава я специально вам показываю как себя сначала контекст мы с вами видим эпизод об исцелении десяти прокаженных один вернулся мы с вами ничего не вырываем из контекста целиком прочитаем вы видите у меня всегда все это в моих текстах которые всем абсолютно бесплатно и свободно доступны на сайте христолюк точка ру мы с вами сразу издалека даже видно что это прямая большая речь иисуса где начало где конец поэтому с вами ничего не вырыли ничего не упустим дальше иисус рассказывает 18 главе три притчи связанность не тоже последним временами а как нам надо к ним там готовится немножко жить ну мы сегодня это оставим вот и потом там тема тоже уже когда иисус восходит в иерусалим она немножко меняется то есть принципе того что мы сегодня прочитаем будет вполне достаточно этот а вторая половина 17 главы из 20 по 37 стих давайте сначала целиком прочтем а потом еще пару раз поговорим поразмышляем и обращаю внимание слушайте внимательно каждое слово да вот все даже начинается то есть мы видим что с прямого вопроса у нас как ролик называется я первый ролик назвал второе пришествие иисуса христа во плоти как это будет и по книге откровения с вами прошлись этот ролик и назвал второе пришествие иисуса христа во плоти не будет приметным образом что я вам показывал при чтении этой темы по книге откровений вот это тысячелетнее царство да как она будет здесь смотрите с чего начинается ответ иисуса на какой вопрос боев же спрошен фарисеями когда придет божье царство отвечал им то есть мы с вами видим не я не кузнецов вам сейчас не христалю будет отвечать когда придет и как придет принципе иисус дал нам вполне конечно тоже сейчас будет некоторые вещи немножко непонятно мы в них не мы все поймем на первый взгляд будет непонятно да то есть мы видим прямой вопрос когда придет божье царство кто не знает сразу скажу не путайте никогда и это тоже вопрос у себя четко уясните на всю жизнь божье царство и небесное царство это разные вещи в евангелии в новом зайти в библии есть эти два понятия что это значит божьим царством названо вот это тысячелетнее царство бога иисуса христа на земле это есть божье царство которое будет после тысячелетнего царства при новой земле и новом небе и называется небесным царством небесным градом иерусалима где там будет городом все что связано это небесное небесное это все вот после великого суда после тысячелетнего царства на земле это будет царство небесное ну понятно тоже божье царство можно так сказать ну чисто когда ты с кем-то общаешься но по Божье царство во всей Библии называется тысячелетнее царство Бога Иисуса Христа на земле, и небесным царством названа новая эпоха в жизни всего человечества, которое будет после этого тысячелетнего царства, окончится которое великим судом, и что будет сотворена новая земля и новое небо. Понятно, его тоже можно назвать земным царством, потому что будет и земля, и небо сотворены. Но такое деление есть, кто читает Писание, тот понимает это разделение, обращает внимание, убеждается в том даже, что я сейчас вам говорю. Не путайте два это понятия. Поэтому здесь вопрос конкретно, и так как вы поймите, фарисей не мог спросить, когда придет тысячелетнее царство твое Иисус Христос. Они христа, заметьте, спрашивают фарисея, они его ненавидят и терпеть не могут. Они понятия не имеют еще о втором пришествии Иисуса Христа, Бога воплоти. Если они в первое это воплощение, его просто не верят, не признают его и хотят убить. Поэтому я говорю, вы не соблазняйтесь на эти слова, что как бы я вкладываю туда свой смысл. Это не я вкладываю, а он здесь вложен уже. Фарисеи спрашивают, о чем? О Божьем царствует именно, потому что оно о нем всегда говорилось. Но понимать правильно они не могли это. Они, кстати, тоже отчасти неправильно его поняли, когда не приняли Христа, так скажем. А так они все правильно понимали. Все народы, евреи, мусульмане, да все язычники ждут кого? Земного какого-то великого правителя, который устроит, что царство Божие на земле, рай на земле. Все правильно. И мы все его ждем. И христиане его ждут. И он придет опять. Только он будет его опять. Его, кстати, опять не узнают 90% христиан, которые окажутся псевдо-христианами по душе своей. И они не узнают опять своего Бога, где ищешься о плоти, о чем я говорил в прошлом ролике. Еще раз покажу и в этом видео. Продолжаем читать. Я обещал целиком прочитать. Наверное, я так и буду сразу комментировать. То есть фарисей спрашивает, когда придет Божье царство. То есть оно придет. Не мы туда, в небесное царство, попадет. А оно придет на землю. Еще раз, на эти все места, вам обращаю внимание, даже как подано. Оно приходит. Не мы в него возносимся, в небесное царство. Не Бог творит, и мы просто в нем после великого суда все оказываемся. Оно именно приходит. Второе пришествие. Видите, даже слова одни и те же. А теперь внимательно, что отвечает Иисус Христос. Иисус не придет. Это то, чего нет в книге Откровения. Когда мы с вами читали, я именно этими словами Иисуса Христа выражался. Именно его этими мыслями, его этими знаниями, его этими откровениями, всем христианам доступными. Но там в книге Откровения показано, что это прям как будто будет. Вот Иисус громогласно с мечом в устах идет, всех там убивает. Это будет абсолютно не так. Обращаю ваше внимание на вот эти якобы несостыковки, но надо понять, что, как я уже говорил, все бумажки, все даже Откровения, даже Откровение Иоанны, оно подано и пройдено через сердце и ума одного единственного человека. Через которого Бог не был другого. Это лучше, может быть, человек был, как он способен это понять и передать. И Бог ему так показывает через призму того, как он способен видеть мир. А здесь, кстати, слова Иисуса Христа, пусть и тоже дошедшие через человека, до нас через тысячи лет, но все-таки, что говорит Иисус? Не придет тысячелетнее, я добавляю уже, как христианин 20-21 века, 2000 лет прожив после Рождества Иисуса Христа, зная книгу Откровения, не придет тысячелетнее царство мое Иисуса Христа приметным образом. И не скажут, вот оно здесь или вот оно там. Если я, кстати, вам тоже всегда показываю эти моменты и учу, как творятся лжеучения. Вот заметьте, обрежетесь сейчас, в принципе, все, что я говорил, тогда вот она правда, но она и так правда. Но если я не буду вам читать дальше, как все проповеди построены, вот, понавырывают оттуда, отсюда. Разве речь Иисуса Христа заканчивается? Нет. Это даже предложение еще, можно сказать, не закончилось. Более того, как вы видите на экране, еще дальше последует и сказал также ученикам. Я и вы, кто меня слушаете, в большинстве случаев, я надеюсь, ученики Иисуса Христа, дальше к нам будет обращена целая речь. И это тоже важно, обратить внимание, что он ответил фарисеям и что ученикам. Важно, кому отвечает Иисус. Он отвечает тем людям, которые не принимают его, которые не принимают истину. В прошлом ролике, в длинном предисловии, я сказал, что без святости никто не увидит Господа. Только чистым сердцем Бога узорит. И я вам не сказал ничего нового, о чем все, по идее, Божьи дети знают. Почему он это все остальное не говорит фарисеям? Они не готовы это принять, ничего не поймут из этого. Поэтому и речь сейчас Иисуса о том, что Царство Божие не придет приметным образом, оно не придет приметным образом для них. И в нем опять, при втором пришествии, не будет ничего приметного ни в Иисусе Христе, ни в его царстве. Он придет точно так же, как пришел и первый раз. Его приход и его какие-то дела будут видны только с чистым людям, чистым сердцем, светлых, святых людей. А они узнают своего Господа, они узнают своего Царя, они будут рады его пришествия. Но это не будет с тимпанами, с помпанами, с дудками, с громогласными трансляциями по всем телевидениям. Нет, он придет точно так же, как он и пришел в первый раз. Спокойненько родился, 30 лет жил обычным человеком. Также пришел креститься к Иоанну Претечи. Ушел в пустыню, вернулся, никто не знает, чем он там занимается. Хотя он там побеждал дьявола, да. И все и стал проповедовать. И лишь по чудным делам, и то, заметьте, сколько он чудес творил, и добрые дела, необычным образом, сверхъестественной природы, да, вещей. Его не признавали за Бога. Лишь единицы шли за ним. И то, через все эти дела, видя в нем, ну, по сути, обычного земного царя. Я надеюсь, вы все это видите, все, кто с Евангелием хоть как-то знаком. Поэтому, конечно же, я не буду поступать, как лжеучителя, обрезать фразы Иисуса. Мы с вами всегда, мои ролики поэтому длинные, потому что они не могут быть короткие. Это не просто фраза Иисуса. И рассматривать сейчас мысли, откровения нам, Иисусом, будем как всегда, как, это говорится с двух сторон, со стороны видимого и невидимого мира. Я терпеть не могу, когда человека и природу разделяют на какие-то составные части, якобы это что-то отдельное. Духовная жизнь. Сколько написано всякой чепухи православных католистов, а духовной жизни, духовная жизнь. Как будто человек это что-то отдельное. Да, мир, есть мир, вообще природа бытия, она видимая и невидимая, есть грань невидимая и одновременно видимая между этими мирами. Но под невидимым миром подразумеваются ни ангелы, ни бесы. И это не какая-то отдельная часть, это целая, нераздельная, просто природа бытия, все. Да, у меня есть невидимый мир, любовь невозможно пощупать, само чувство, саму природу мою, доброту, насколько я добр, насколько я терпелив, искренен, чист душой. Да, это невозможно пощупать, но это проявляется в моей жизни. Иисус сказал, узнаете любого человека по его плодам, по делам, по видимому проявлению его деятельной жизни, она нераздельна. Единственный человек может лукавить, скрывать что-то, но все тайное становится явным. И нет ничего потаенного, что не открылось бы, говорил Иисус. Все равно вы узнаете о человеке, рано или поздно, если он гнилой человек, это просочится где-нибудь. Поэтому мы с вами будем читать, когда вообще мы пытаемся познать истину, мы ее познаем одновременно. Все учения, все мировоззрения, мысли Иисуса, в частности, сейчас мы будем читать его слова, они применяются и к невидимому миру, и к видимому. Поэтому и Царство Божье не приходит... Где Иисус говорил о Царстве Небесном? Внутрь вас есть. Где Иисус говорил о Царстве Небесном, хохотить можно там, в его этом контексте, в тем. Вложите Царство Божье, это не суть важная. Иисус говорил о том, что святость, она внутрь вас есть. И эта святость, эта доброта, любовь, рай, Царство Небесное, Царство Божие, оно будет, кстати, вокруг этого человека. Вокруг него все будет хорошо, он все будет делать красиво, добро, аккуратно. Он будет везде расцветать, все расширять, он не будет ничего уничтожать, губить, уродовать. Да, это прекрасный человек, вокруг него будет и мир прекрасный. Так Царство Божье приходит приметным образом? Нет. И вы все, кто меня слушаете, кто пошел путем, узким и тернистым путем святой жизни в Небесное Царство, идиотом, то знают прекрасно, что, конечно же, в один день святым не становишься. Это да. Поэтому Царство Божье не приходит приметным образом. А Царство невозможно без Царя. В себе надо сделать Царство, в которое вселяется Господь. Человек начинает действительно менять свой внутренний мир, свое внутреннее государство, свое внутреннее Царство. Он создает место, город, Царство и престол Божий внутри себя. И это не происходит, конечно, в один день. Это потихоньку происходит. Это не приходит приметным образом. Даже это снисхождение Духа Святого, так называемого, на апостола, видимым образом, это было, как все вначале, для плотских людей. Потому что ученики Иисуса Христа, первые мы с вами прекрасно, кто читает Евангелие, книгу Деяний, видим, насколько они ни при жизни учения Иисуса Христа, ни после Него, не сильно-то и выросли над собой, над внутренней святостью. Им все эти внешние вещи нужны были. Но все это, как мы видим, по промыслу Божьему, опять умоляется, чтобы человек оставался в абсолютной свободе. Мы с вами, я говорю, из той же самой книги Деяний, из послания апостола, можем увидеть, что и после снисхождения Духа Святого в виде там пламенных языков, неважно, что это было там, как это выглядело, многие потом грешили, многие, как говорят, в смертные грехи впадали. Я сейчас не буду вам все случаи вспоминать. Мы все это с вами видим. Отступали от Христа, от истины, от церкви. И тех, кого апостол уже прямо там проклинали, или там еще что-то, да, и такие, скажем, вроде бы как родные общения, люди. Вот так вот. То есть мы все с вами видим. То есть здесь о чем опять речь идет? Иисус прямо говорит. Почему я вам, когда книгу Откровения читал и указывал на это место? Я, естественно, это говорил вам на основании Евангелия. Тогда я вам не стал все это на Евангелие переключать. Мы просто книгу Откровения открыли. Я своими словами говорил то, что я вот в свое время все познал, Господь открыл. Но все это, как вы видите, всем доступно. То есть Царство Божие, тысячелетнее Царство Иисуса Христа, оно не придет, видимым образом. Это Царство не будет опять, что Иисус будет, знаете, как этих королей рисует там с крестом, и с булой там сидеть на каком-то троне. Нет, Он придет. Тысячелетнее Царство, второе пришествие Христа, будет точно такое же, как первое. Один в один, зеркальное. Это будет второй шанс человечества. Иисус придет неприметным образом. Царствовать Он будет просто среди своих учеников. Это мы все Его будем любить, как Бога, и почитать, и поклоняться, и действительно души в Нем не чаять, ибо Он такой есть. Если в Евангелии читаешь их, я вам рассказывал, что то же самое Иисус Христос, это моя первая любовь, в которую я влюбился. Я влюбился в этого человека, в образ человека. Первый раз прочитал Евангелие, я никогда такого в жизни образа, даже в художественной литературе не видел. Я увидел такого человека, и да, я говорю, я хочу, чтобы это был мой друг, более того, я не из-под палки пред ним преклоняюсь и понимаю, что он выше меня, и это он лидер. И я с радостью иду за ним, даже не рядом, да, вот так вот. Мы все за ним идем, как треугольничком таким, он как лидер, потому что он действительно во всем круче и выше меня. Хотя, я говорю, мы все должны стать такими же. Но это внутреннее такое благоговение, оно приходит. Хотя, как я вам уже тоже рассказывал во всех проповедях, надо понять простую, раз мы такое хотим, поступай с другими так, как ты хочешь, чтобы другие поступали с тобой. Вы все знаете, это правило вселенной, бытия, Богом. Бог не хочет, чтобы мы чувствовали себя ниже него. Так как любому уже святому человеку тоже не хочет, чтобы кто-то чувствовал. Нам всем хочется, чтобы все выросли и стали такими же, как я. Я вот всех, кого ращу, учеников, я хочу, чтобы они тоже стали учителями. Я тоже хочу, чтобы они стали святыми, свободными, чтобы им все уже все, они все познали. Они стали полноценной единицей, независимыми от чего им, никто не нужен, даже ученик. Это просто будет радость пребывания вместе, это счастье, вот и все. Поэтому не придет оно, оно не приходит действительно в сердце каждого человека. Поэтому сейчас мы дочитаем эту фразу Иисуса, я просто вас готовлю, так скажем. Ну и здесь Иисус прямо намекнул нам на то, что оно и по плоти не приходит, внешне. И второе пришествие будет точно таким же неприметным образом, как и было первым. Потихонечку он выходил, одного с другим учеников присылал. Это не было с трубами, с громами, молниями с неба, где отец прямо о нем говорил, хотя мы видим при крещении, вроде бы говорил, мы видим с вами в Евангелии. Кто-то слышал это, как какие-то слова, кто-то слышал, как гром какой-то, кто-то вообще ничего не слышал. Это все будет зависеть от внутренней святости каждого человека. Давайте дочитаем фразу Иисуса. Не придет Царствие Божие приметным образом и не скажут, вот она здесь или вот она там. Здесь, конечно, так как Иисус отвечает фарисеям, Он им говорит. Это для них оно придет неприметным. Ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть. Я вам уже сказал, еще раз повторю несколько других фраз из Писания. Параллельных мест, синонимичных, о чем говорит Иисус. Без святости никто не увидит Господа. Только чистые сердца узрят Бога. Это то же самое Иисус сказал другими словами. То же самое. Как и то же самое, кто хочет, любовь это в том, чтобы поступать с другими так, как ты хочешь, чтобы поступать с тобой. А по-другому Иисус говорил, люби ближнего, как самого себя. Это одни и те разные слова, одну и ту же мысль нам выражают. Одну, вообще никакой разницы нет. По-другому просто сказано, вот вам какую бы вещь взять. Вот телефон, вот все. Это он просто с разных сторон. Но это телефон, он остается телефоном, ничего не меняется. Это одна и тот же предмет. Можно с третьей, можно вот с ребрышка посмотреть. Можно с торца с этого посмотреть. Но это остается телефоном, это не меняет ничего, с какой стороны мы на него смотрим. Иисус ничего нового не сказал в этот раз фарисеям, которые грязные сердцем, которые грешники, которые не святые. И он им говорит, вы не увидите этого, для вас оно не придет. И не то, что не скажут, вот она там или вот она здесь. Знаете, святые люди, может и будут говорить друг другу. Вон Христос идет. Да, вот мы меняемся. Вот он наш учитель, которого мы ждали, наш творец-создатель, которого мы столько ждали. Мы этого узнаем и друг перед другом будем говорить. Но мы сами, это каждый внутри себя видит и понимает. Это как мы все с вами знаем, что там праздник, там Новый год 31. Но мы звоним, говорим, так, идешь туда, все, идем, идем, идем. Да, мы все все это знаем, мы все видим. И мы просто созваниваем всех, говорим, да, идем, да, идешь, все, иду, иду. Мы не говорим, ты знаешь, завтра Новый год? Да я знаю. Ты идешь или нет? Я спрашиваю просто. Ты когда там идешь? Во сколько выходишь? Что-то типа такого, понимаете. Здесь Иисус отвечает фарисеям. Он им говорит, что для вас это не будет вот так. Никто вам не будет говорить, вот там Царство Божье. Потому что как бы и будет говорить, вы все равно не поверите. Что было в первую? Говорили, вот он, вот, и он креститель на него указывал. Вот Иисус Христос. Вот ваш Спаситель. Никто не идет. Единицы за ним пошли. Так что еще раз вчитываем, что Иисус отвечает фарисеям на вопрос, когда или как, как хотите. Тут оба слова подходят, смысловые тоже. И когда, и как. Как оно приходит внутрь человека, как вне. Оно не приходит приметным образом. Не приходит. Ибо вот Царство Божье, это знаменитая фраза, она именно здесь, которую мы сегодня с вами разберем, оно внутрь вас есть. Чтобы увидеть Божье Царство снаружи, надо стать Его Создателем, надо быть таким, как Он. И оно должно быть внутри тебя. Тогда ты все увидишь. Дух Божий должен быть в тебе. Тогда ты увидишь Бога. «Чистое сердце узрит Бога. Без святости, не поверив в Иисуса Христа и в Его искупительную жертву, а без святости, от дел, от праведной жизни, не по закону, а по любви ко всему Божьему творению, никто не увидит Бога Иисуса Христа». Я надеюсь, вам все это здесь понятно. Не знаю, сколько еще, 23 минуты я потратил на то, что посвятил, чтобы вам это разжевать. Давайте почитаем дальше. «Сказал также Иисус ученикам своим». Теперь я приглашаю ваши ушки на вас встретить для слов Иисуса, которые Он будет говорить нам с вами, кто считает себя кто. Таким и является, я надеюсь, учеником Иисуса Христа. И что же Он рассказывает нам? Уже тем, которые как бы действительно готовы очищать себя, готовы Царство Божие делать внутрь себя, готовы изменять себя в святость, очищать свое сердце. «Придут дни, когда пожелаете видеть хотя бы один из дней Сына Человеческого и не увидите, и скажут вам вот здесь или вот там». То есть, вот когда мы как раз вот это будем слышать, не от своих, может быть, общины святых людей, и мы, знаете, нам всем одновременно будет откровение, что Иисус идет. Мы сейчас об этом прочитаем. Нас всех Бог поднимет, кого с постели, кого еще разбудит. И мы знаем, и мы просто… Ленок! Иисус идет, и говорит, да, она тебе в ответ пишет, да, я знаю, я вижу тоже, да. То есть, это не это. А Он имеет в виду, вот когда будут вот эти вот крикуны на Антихриста. Потому что придут дни вот именно эти ужасные, когда мы и с вами сейчас живем, и вечно мечтаем, чтобы Господь пришел, да. И надоел этот ад, в котором мы на земле живем. Мечтаем и желаем увидеть хоть один часик, чтобы Иисус явился, и тут все эти храмы раздолбал в клочья, где устроили дом торгашества. Не увидим. Но в это время все псевдоапостолы, псевдо-лжеапостолы, пророки будут кричать, вот оно, естественно, проповедники эти будут царства Антихриста, которые вот так вот вам будут кричать, да, указывая на Иисуса, там, якобы на Христа. Это будет Антихрист. И скажут вам, вот здесь, мы не зря с вами, то есть, заметьте, мы сейчас читаем ровно то, что в предыдущем ролике, что в предыдущем ролике мы с вами что сделали? Посмотрели, помните, от 13 главы до 20 все. Здесь кратко Иисус говорит все вот это все, что мы с вами в предыдущем ролике, я его записывал позавчера, мы с вами пробежались с 13 по 20 главу, зафиксировали побольше на Тысячелетнем Царстве, здесь сейчас мы с вами занимаемся тем же самым. То есть, все это сейчас Иисус рассказывает, что с 13 по что? По 19 главу. Здесь о Тысячелетнем Царстве как бы ничего дальше не будет, то здесь с 13 по 19, не по 20. Мы с вами там почитали, а здесь, так скажем, до 20, до 19, как он является все это. Читаем. И не увидите. Придут дни, когда пожелаете увидеть хотя бы один из дней Сына Человеческого, и не увидите, и скажут вам вот здесь или вот там, не ходите и не гоняйтесь. Ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого, так будет пришествие Сына Человеческого в день свой. При этом Иисус говорит, но прежде, он же говорит, поймите, здесь он говорит, сейчас я на молнии тоже остановлюсь, хочу просто дальше прочитать. То есть, Иисус говорит ученикам, которые еще живы, видят Иисуса Христа, вот он перед ним. Он им, конечно же, рассказывает всегда, когда вы читаете, погрузитесь в те события, в Евангелие. Представьте, что вы сейчас слушаете, как ученик Иисуса Христа, вот его созерцая, слыша, как Иоанн писал, щупая, видя и слыша. Но прежде, он им же говорит о реальности тех дней, надлежит много пострадать и быть отверженному роду этим. Он, естественно, говорит о своем аресте, суде, смерти, воскресении, вознесении. И что дальше Иисус говорит? У нас есть несколько образов, я специально на молнии еще не остановился. И как было во дни Ноя, так будет и во дни сына Человеческого. Ели, пили, женились и выходили замуж. До того дня, как вошел Ноя в ковчег и пришел потоп и погубил всех. Так же, как и было во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содомы, пролился с неба дождь, огненный и серный истребил всех. Так будет и в тот день, когда сын Человеческий явится. Вы помните, мы с вами читали все это об этом в 19 главе. Давайте посмотрим похожие места, что мы с вами... В этот раз я, наоборот, книгу в откровении не буду читать. Все буду по памяти, что мы с вами рассуждали, размышляли, читали. Ну и давайте разбираем по порядку три. Мы видим, три дает нам Господь таких очень важных критерий. Первое. Это образ молнии. Не надо в него ничего лишнего тоже вкладывать. Заметьте контекст. Я хоть и прочитал подальше, теперь вас возвращаю. Потому что про Ноя будет позже, про Лота будет позже. Здесь только что Иисус сказал, когда вам будут тыкать, вот там небесное царство, вот здесь небесное царство. Не гоняйтесь. Внимательно всматриваемся в правильный контрастационный... Как это? Контраст от слова. Не могу склонить. Контрастационные слова. То есть он говорит, придут дни, когда пожелаете видеть, один из них, и не увидите, и скажет, вот здесь не ходите, не гоняйтесь. А тут он говорит, ибо мое происшествие будет, как молния сверкнувшая, которая блистает. То есть это будет всем уже наоборот, вот именно у кого будет царство Божие внутрь, это будет для вас, как молния, которая что делает? Блистает и сверкает. Здесь Иисус молнию приводит как видимый образ. Все. Просто образ. Ничего тут тоже такого великого нет. Я что, только иногда не слышал про эту молнию. То есть Иисус говорит, что вот вы когда стоите, плохая погода, вас сотни человек. Это каждый видит. Более того, мы с вами прекрасно знаем, что тут именно, мы можем с вами, ну возьмем земной образ. Я говорю, я живу в одном селе, вы в 100 километров, казалось бы, 100 километров. Но когда над областью там большой достаточно, вот у меня я живу в Воронежской области, не Настя, вы знаете, это одну и ту же молнию видно реально и в Воронеже, и в этой области, потому что это просто, для нее это не расстояние. Вот вам пример. Причем опять не забываем еще первую фразу Иисуса и речь, слово, которое он ответил фарисеям. То есть не придет оно видимым образом для... Все это до молнии теперь, это все один контекст. Хоть он и разделил. Вот заметьте, вот это вот про молнию, это читается надо именно с 20 стиха по 24, потом он про свои страдания. Все, то есть мы видим, вот это все мы с вами видим как невырванный контекст. То есть Царство Божие для грешника, для которого нету Божьего Царства внутри, который не чист сердцем, который не свят, он не увидит. А для тех, кто светил, это будет... Он говорит, не переживайте. Вы меня... Я делаю все последнее, что я хочу сказать. Иисус нас успокоил. Это будет, Он показал, как не от человека. Мое явление будет вам каждому видно, как вы видите молнию, которая блистает. Это видимо глазам. Вы меня... Кто свят, кто чист сердцем, вы меня узнаете. Вам никто не нужен будет. Вася, Петя, даже братья во Христе. Я каждому это, так скажем, явлюсь. Это будет видно для детей Божьих, для детей, для учеников Иисуса Христа. Он ученикам говорит, Он говорит, не беспокойтесь, не ходите, не гоняйтесь. Мы сейчас же с вами прочитаем те знаменитые тоже фразы, где неважно, спать вы будете, как сидят там протестанты, баптисты на чемоданах и ждут, боятся там пропустить пришествие. Иисус сейчас прямо будет говорить, неважно, спишь ты. Спишь, заметьте. То есть тут казалось бы, образ молнии, это же образ. Он же только видимый для глаз блистает и светится, и сверкает написано. Ну а как же тогда увидеть спящие? То есть это образ. То есть Иисус нам сказал детям Божьим не насыться, не переживать вот за все это. Я говорю, сколько я слышал бредятины про это второе пришествие. Человек должен беспокоиться вот о том, о чем он сказал фарисеям. Первое – это сделать царство Божие, сотворить его внутрь себя, святой жизнью любви ко всему Божьему творению. Все. А очистить свое сердце, стать святым, стать учителем, стать как Иисус. Вот все, что нужно человеку. Тогда все. Ты можешь жить спокойно, есть, спать, работать. Неважно где ты. Сейчас Иисус будет рассказывать. На поле ты, то есть работаешь, в постели ты, то есть спишь. Это абсолютно не имеет значения. Дети Божьи не проспят второе пришествие. Более того, на самом деле это все такие образы. Еще тысячу лет будет про Иисуса. Мы все будем с ним тысячу лет на земле царствовать и проповедовать. Проспишь на утро, придешь к Иисусу. В Иерусалиме соберешься, о чем мы сейчас с вами будем читать. Вот я хочу, чтобы эту мысль Иисусу уяснили. Особенно те, кто по второму пришествию там какую-то чепуху просто повыдумали. В эту бредятину верят, живут какой-то иллюзорной, фантазийной жизнью. И не живут реальной жизнью, очищая себя для его второго пришествия, чем любовью ко всему Божьему творению. Только за это вы должны печься. Ну и давайте дальше еще разберем, какие, так скажем, Иисус дает приметы, образы. И как было в одни Ноя, так будет и в одни Сына Человеческа. Ели, пели, женились, выходили замуж. До того дня, как вошел Ноя в качек и пришел потоп и погубил. Все. Что из этой мысли, и сразу же их даже разделять давать не будем. И так же было и в одни Лот, то есть Иисус так же говорит, это все я об одном и том же, он говорит, я говорю. Опять он говорит, ели, пили, заметьте, все повторяется. В одни Ноя ели, пили, в одни Лоты ели, пили, женились, выходили замуж. А что здесь Иисус говорит? Вы все знаете знаменитую фразу, нельзя будет ни купить, ни продавать. В прошлом ролике, и кто вообще со мной книгу Откровения читал, тот знает, это вообще все в 13 главе говорится о том, что без печати нельзя будет ни купить, ни продать. А Иисус, пожалуйста, заметьте, какие фразы говорит, что в одни его пришествия, это будет в 19 главе книги Откровения, можно будет и покупать, и продавать. Более люди садили, ну что, сажали там, огородами занимались, строили, пожалуйста. Но в день, в который Лот вышел из Содом, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет в тот день, когда явится Сын Человеческий. Что мы из этого опять, какие делаем выводы о втором пришествии Иисуса Христа? Оно будет неявно. То, что Иисус как-то якобы с неба, я вам уже в прошлом видео все говорил, сильно не буду распространяться. Что такое небо, как он будет из него проявляться. Или даже как-то будет видно немножко, то же самое, как и Антихрист будет какие-то чудеса на небе показывать и свои явления. Это будет все то же самое. Люди уже, может, все будут являться из неба, так скажем, из пробирок. Все это, это все образы. Мы видим, что Иисуса не будет, это какое-то громогласное, трубное там уже все. Это будет, явно все узнают, что он Бог. Как он преобразился с учениками на горе преображения. Это будет в конце тысячелетнего царства, когда вот именно дьявол, вы помните, будет отпущен. Будет опять обольщать народы и соберет их вокруг станов святых. Тогда дела, земля и все дела на ней сгорят. Иисус уже примет свой реальный божественный образ. Еще и по плоти он будет светиться, как мы все с вами. Тут хочешь, не хочешь, признаешь. Как точно так же, вы помните, что в это Божье присутствие попали Бог их. Иисус дал такую благодать им познать, радость того, кто он есть. Когда они действительно зашли, вы помните, на гору так называемого преображения. И вот такому, как мне, когда Господь явно являлся, я знаю, что перед этой красотой, силой и светом невозможно устоять. Никаких вопросов не задаешь. Тебе все явно открыто. Вот кто с тобой говорит. Вот так вот. И поэтому здесь мы видим по поводу того, что мир будет обычный. Вы помните, что Павел, сюда мы не будем конкретно к тексту обращаться, я вам все по памяти говорю. Вы помните, Павел описывает эти же события в послании в Силамикийской церкви. Тоже нам дополняет такую изюминку, такой штрих. Будет говорить мир и безопасность. Мир, кстати, в одном смысле будет достаточно такой. Конечно, это будет из-под палки закона, как и сейчас у нас. Да, у нас не все друг друга убивают и грабят, потому что это законом запрещено. И кто-то рискует это делать. Основная масса бы делала. Только на весы вешает, сидеть, не сидеть. А вдруг поймают. Да ладно, буду так. Не буду убивать. Хотя бы убить готов каждого второго. Во времена Антихриста и до Второго пришествия все будет то же самое, что мы видим сейчас. Все то же самое. Все будет из-под палки. Будут чипы, да, чуть не туда будет полный контроль. Как вы видите, мы к чему катимся. Все за нами следят, все видят в интернете. Все, ты ничего сделал, тебе сразу кх. Будет такое, знаете, земное царство концлагеря. То есть ты как бы внутри-то грешен и готов разорвать весь мир. У тебя просто возможностей не будет. Тебя тут же нажмут на кнопку и просто тебя отключат. Потому что у всех будут какие-нибудь чипы. За тобой полностью следят. То есть тебя отрезать от жизни ничего не стоит. И будет такой добровольно-принудительный рай на земле. На самом деле люди внутри будут несчастливы. Как Павел писал, не будет любви никакой. Все это будет из-под палки. Из-под палки. Вот и все. То есть это не будет царства свободы, царства любви. В свободе, свободной любви, как хотите. Вот это будет такое добровольно-принудительное райско-рабское состояние на земле. Вот что будет. И это не будет, кстати, таким кромешным адом, как многие думают. Нет, знаете, ничем не отличается, что было сейчас. Вообще ничем. Все будет то же самое. Заметьте, можно будет и покупать, и продавать. Будут и есть, и пить, и жениться, и сажать, и выращивать культуры, все, все, овощи, фрукты. Все будут делать. Ничего эти времена, Иисус говорит, ничем они особенным отличаться не будут. Поэтому второе пришествие будет ничем не отличаться от первого. Вот и все. Хороший образ, что Иисус говорит, что как в одни Ноя потоп был, что в одни Лота был этот огонь с неба. Как я вам сказал, то же самое. Вот это как в Откровении. Так нам подано, что якобы чуть ли не Иисус там будет убивать всех. На некоторых картинках чуть ли его там не с мечом на коне рисует. Нет, это чепуха. Вот этот Антихрист, все вот эти цари, там, звери, и многие люди. Просто Господь что-то такое устроит, или они сами устроят. Может, это вообще будет Третья мировая якобы какая-нибудь там. Короче, все это будет естественно. Сам Иисус, вы знаете, Бог, любовь. Любовь, и, конечно же, сам Он никого не рубит, ни ангелы там не будут. Это все произойдет каким-то, возможно, это будут катаклизмы, или еще что-то. Люди будут, или болячки, там, эпидемия опять. Все это будет как бы естественным способом. То есть, это Бог никогда себе не открывал, не откроет и не будет открывать, как убийца своего творения. Да, Он внешне может воздействовать на плоть, но Он внешне всегда будет нам себя показывать, как любовь. Он через внутренний нас воспитывает. Он хозяин всего этого фильма, да, и так называемой жизни и смерти. Хотя смерти, в принципе, вообще не существует. Смерти не существует вообще в бытие. Ее просто нет. Бог вечный, Он просто есть. Есть перемена внешних принципов жизни, вот это, внешних оболочек, аватарок, игрушек. А смерти, в принципе, не существует вообще. В принципе. И в принципе не существует. От этого и радость людей, познавших истину. Ты понимаешь, что да, когда там Иисус смерть победил. Да что значит все эти слова? Это для детей Божьих означает, что тогда Иисус воскреснов дал нам понять, что смерти, в принципе, вообще нету. Нету ее. Ни для кого и никогда. Есть просто смена внешних образов бытия, через которые люди познают истину. Все. Вот так вот это будет, как я ему говорил. Иисус явится, дьявол будет ангелом скован, в бездну отправлен. Это все тоже всем, видимо, не будет. Это не будет видимо. Просто и то, что это опять, там вот это ангел свяжет беса. Вы вспомните Иова. И вообще, кто понимает истину, один из постулатов, тын Бог управляет всем, хоть ты тресни. Бог дал своему творению свободу, но он через внешние вот эти обстоятельства, как бы через видимый мир, о котором я все говорю, что вот именно невидимый и видимый мир, Бог, на человеке, может воздействовать на его внутренний мир, тоже только через видимый. Но он воздействует ради блага внутреннего твоего мира, чтобы ты стал лучше. Поэтому никто ничего не может сделать, так скажем, в видимом мире, действительно, без попущения Бога. Есть такое понятие. Вы помните, как в книге Иова написано, что дьявол пришел у Бога. Он и спрашивал все эти злодеяния, которые он хочет делать с Иовом. Кто их делал? Дьявол? Дьявол. Он и спрашивал у Бога. Да, Бог дал свое разрешение. Да, Бог виноват в этом? Нет. Он ему сказал, сделал ему зло? Нет. Дьявол и спрашивал? Да. Почему Бог попускает? Бог участвует в этом зле? Нет. Бог бы разрешил, даже попустил бы дьяволу к Иову прикасаться, творя зло, если бы даже Бог не понимал, что это приведет к большей благости. Потому что через испытания мы действительно, что? Познаем жертвенную любовь. Мы готовы даже перед лицом якобы страдания и смерти, что? Пребывать в истине. Это и есть настоящая божественная сущность. И дьявол, не понимая этого, выпрашивает у Бога разрешение причинять его зло. А Бог, понимая, что это приведет Иову в еще большее божественное состояние, позволяет, попускает это делать. Вот и все. Поэтому все беззакония, которые на земле попущены Богом, они попущены для того, чтобы святые, помните, как в Откровении она и заканчивается книгом, святой досвещается еще больше, ну а грешник, естественно, проявляя зло, скатывается еще ниже. Не то, что Бог так хочет, потому что все вот именно делены этой свободой. Но на внутренний наш мир, то есть перед лицом даже страданий вот этого внешнего мира, на который можно на нас воздействовать, страданий, боли и смерти, наш внутренний мир еще больше встречается. Мы говорим, да, я готов умереть, но не отступлюсь от истины, не сотворю зла, а сотворю даже еще благо. Так что вот так вот. Тут даже такие чудные весы, чем больше ты... Потому что в теплой ванночке, как и вы его сказали, легко быть святым, а на кресте... Вот Иисус нам показал, что даже на кресте надо быть святым и любить своих врагов. Иисус не просто ничего им не сделал, Иисус им подавал, ибо будучи Богом, от Него шли ниточки невидимые, именно те, кто вбивали в Него гвозди, жизнь, дыхание жизни имели только потому, что Он в них Его каждую секунду вдыхает. Они имели питание, они имели жен, детей, радости жизни. Только потому, что Бог-любовь, висящий на кресте, которому делают зло, творит им обратное благо. Вот чему научил нас Иисус явно своим примером. Ну и возвращаемся дальше к речи Иисуса. Тут все понятно, я надеюсь. То есть это будет и вот это вот какое-то истребление, когда якобы там тьма соберется на Господа, это не будет то, что Иисус там будет воевать, всех рубить. Я не зря, кстати, стараюсь. Ну я сам не художник, если бы я мог рисовать, знаете, красиво, я бы вообще иллюстрации к Евангелию, я бы сам рисовал бы, влагая в них еще вот весь этот духовный посыл, духовный смысл, правильно. Я, конечно, вынужден пользоваться какими-то иллюстрациями картин, какие я нахожу в общем доступе в интернете. Они не всегда отражают, конечно же, суть тех вещей, которые я хотел бы в одной картинке, можно было бы показать всю суть. И поэтому я тоже, ну есть где там Иисус Иисус с каким-то чуть ли не мечом скачет, есть вот где он так более-менее кротко и смиренно, как на ослике идет. Это действительно так. Поэтому это действительно так и будет. Ну давайте дальше читаем. И вот теперь Иисус еще нас успокаивает, опять и раскрывает тайну. В тот день кто будет на кровле, Овещие в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, так же не обращайся назад, вспоминай жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее. Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели один возьмется другой оставится две будут молоть вместе одна возьмется другой оставится двое будет на поле один возьмется а другой оставится прекрасное откровение иисуса христа чем она нам еще раз говорит здесь сразу две мысли господь преследует и нам открывает во первых вот это возьмется оставится можно читать применимо и грешнику сразу как мы видим в чем вообще смысл да то что двое людей заметьте на постели кто спят муж женой то есть даже муж женой на одной постели один возьмется другой оставится как мы читаем от чего о чем господь опять к видимым невидимым миру мы читаем все это его мысли к видео мы сейчас читаем относительно тогда грешника а к невидимым относительно святых людей потому что так внутреннюю миру относится давайте прочитаем его слова услышим слова иисуса сразу в двух направлениях первое как это понимать первое понимать вот как я вам говорю неважно вы вспомните что это будет я еще это я так это иисус привел нам такие два случая с ноем и лотом где явное было физическое воздействие на тело человека его уничтожение это потоп вода то есть да или огонь с неба при вот этом дожде огненном в саду мега море а вспомните случаи с моисеем когда при последней так называемой казни египетской где просто сама смерть дух смерти прошел по египту и забрал всех первенцев тихо спокойно дыхание жизни просто было взято обратно от этих первенцев здесь тоже самое почему в день господа вот будет то же самое какие-то самые отвязные негодяи когда уже вы же помните господь говорил вот это это вот одно из немногих очень редко где-то библейских текстах есть конкретные цифры даты сроки но по книге откровения у нас есть действительно один срок очень понятный вот стоят 13 главы из воцарения антихриста до второго прижеса с христа пройдет ровно там написано 1208 с дней да то есть три с половиной года и как господь сказал если бы не сохранились не сократились те дни ради избранных это в другом месте иисус говорит ну вот о последних временах вы помните я сейчас не буду вам тексты все открывать в рамках этих роликов о проповеди я не так готовлюсь то не не выжила бы никакая плоть то есть мы видим в сами люди дойдут до какого беснования что готовы кинуть сапог на красную кнопку да и взорвать весь мир какой-то атомная уж через еще сколько-то времени неизвестно как и вообще оружие придумать мужа придумали оружие способные уничтожить всю землю атомное оружие водородные бомбы все что хотите все мы можем реально расколоть земной шар пополам мы настолько докатились свое так называемом могуществе да вот здесь будет то же самое то есть тот день это будет знаете такой и уже пик надлома вообще это будет вопрос существования человечества то есть это безумная верхушка она дойдет до такой тупости все думают будет какой-то такой единое государство это будет непонятно что вот это вот зверь с этими головами с рогами это все понятно будем жить в таком же мире будет государстве никакого супер объединения не будет будет те же самые нации будут цари которые друг другу жрать будут все равно до последнего зло она пожирает саму себе она ненавидит себя они там наверху не любят друг друга не готовы сожрать друг друга и вот мир до кайца таком будет стоять на грани вообще существования цивилизации в это время придет второе будет пришествие господа то есть безумие уже будет часть настолько что они будут способны уничтожить свою собственную планету самих себе то есть настолько они мы отупеем в том плане из-за этой грешности не святости и духовности как говорят да что вот будет на таком и вот господь естественно конечно все святые будут страдать до последнего люди они всегда страдают вот как мы видим они будут до второго пришествия и вот это его второе пришествие будет связано что-то с таким это просто будет верю как хотите назовите это будет невидимой эпидемии мы сейчас с вами живем в двадцать первом году заставшие я говорю записывайте ролики во времена бушующей эпидемии так называемого к вида до коронавируса мы все это видим с вами вот и живем пример вот так это будет происходить иисус просто придется раз на землю времена вот таких вот вещей по плоть еще раз как мы читаем вот так мы читаем по плоти мы читаем что будет забираться грешники двое будет на одной постели муж и жена один святой один грешный ну так контрастами да и вот эти грешники будет забираться неважно на работе в поле на кровати где угодно это очень важно здесь о чем иисус опять говорит это вот как и вот действительно верующие люди мне хочется им всегда вопрос задать тем кто глупые и утвердить тех кто умны и вот с этим ковидом насуется если вас хоть капли веры есть все эти там на кто-то я от верующих услышал в это меры предосторожно тоже соблюдать его ну у тебя веры нет хоть ты тресни ты можешь мне в чем угодно убеждать тебе нет веры у меня жена заболела а вот тебе пожалуйста жена может даже умереть и что но если ты остаешься на земле для господа тебя не заберет он по плоти это очень важно это очень важно и наоборот читаем это как очень часто это место я вы правильно читать грешник останется а святой человек кто по душе чистые кто святые один остается другой берется восхищение церкви да то есть но опять же как мы с вами уже посмотрели то есть господь сказал мы это все увидим разбудит нас ангел ночью даже если это событие происходит это не суть важно как будет как мы просыпаемся что-то тревожно что-то да и все это видим эту молнию как бы сейчас это то есть мы все это будет у святых людей они это узнают более того у нас впереди тысячелетия грех выж поймите это все образы зачастую из-за этих и из-за непонимания буквального понимания буква ецкого искаженного понимания и фарисеи точно также грешники его времен книжники там и не узнали своего господа и вы если будете вот так же думать все буквально зачастую что все прям должно в один день да не обязательно второе пришествие иисуса христа должно быть и мы прям вся церковь вознесения куда-то летим да нет да нет посмотрите зеркально на вот сейчас о том чем я могу на первое пришествие иисуса христа так это было нет родился как человек 30 лет на земле жил среди людей никто не знал кто жил трудился как обычный рабочий все выходит на проповедь громогласное объявление я господь бог бегите все ко мне так было не идет к ученикам и говорит следуйте за мной а сколько он других призывал кто-то шел кто-то не шел кто-то потом отходил а это разве не церковь это разве не ученики так что вот так вот а разве они сами друг за другом не бегали пойдем пойдем помните как первый как написано как собирались ученики то один другого приводил далеко не всех иисус прямо призвал помнить как они друг друга братья друзья подтягивали пойди посмотри не он ли тот вот и у нас так же будет как я хоть и сказал что что типа мы не будем друг другу говорить я имел ввиду что мы не я может неправильно выразился сейчас пытаясь свои мысли некоторые концентрирует что мы там уговаривать друг друга убеждать помнить как на фанавилу было братом сказано да пойди посмотри я типа не знаю просто сам посмотри среди не он ли тот которого мы так ждали то мы будем может быть также говорить да как то подобно опять собираться к иисусу святому человеку достаточно просто сказать это и все он сам пойдет узнает и расценит так ли это иисус сам знает что ответить человеку помните как на фанаилу чтобы убедить его в этом прежде чем ты увидел меня я видел тебя под смоковницу он молился тогда да то есть иисус сюда такое сказал что его поразило в самое сердце вот так все это будет поэтому я говорю все вот эти вот нас они про восхищение церковь это все бредятина придуманные просто глупыми людьми это вообще ничего общего с евангелием с откровением иисуса христа с его учением с истиной не имеет второе пришествие иисуса христа после еще там воцарение антихриста еще будет совсем не скоро когда она будет она будет неприметным образом она будет возможно это событие ни одного дня до мы будем меняться у нас будет бессмертная природа она будет не бессмертно она будет вечно продлеваемая убить насильственно нас также можно будет просто бог никого не никто не погибнет кто в руке его о природе человека в раю на земле в тысячелетнем царстве и в царстве небесном я запишу следующий ролик если кто напомнит и не найдет этот ролик с течением времени тоже здесь напишите в комментариях я дам ссылку когда его запишу и сюда прикреплю в описании там вот так вот вот так вот все это это поймите вы простую вещь все это будет намного приземленнее намного проще если вы себе сейчас или раньше вам уже это вбили вас эти картины в голове нарисованы если всю эту чепуху из своей головы не выбросите а целью своей жизни где гонянием гонянием как иисус и правильно сказал насытись или как-то сказано евангелие ну да ходите ходите и гоняетесь за микрофоном не вижу окон будете гоняться за этим небесным царством божьим даже пусть да вы ошибетесь не гоняйтесь целью жизни ученика христова должно что стать созиданием небесного царства чистого сердца и святости в себе самом и вся эта внутренность должна проявляться в вашем мире вокруг вас святой человек не может причинять боли и страданий любому живому существу поэтому все кто там против веганства псевдо христиане так называемые христиане из моих слов вы все слышите что я их называю псевдо христиане это лжецы и дети дьявола который никогда не увидят своего творца пока не покаяться это очень важно понимать неважно в каких вы так всех настоятель баптисты те же самые ничего вам это вера в иисуса его искупительную жертву не даст те кто распинали и орали чтобы распяли иисус христа то толпа она тоже была до учениками моисея они тоже все верили все исповедали и распяли своего господа вы окажетесь вы вернее уже на этой стороне если не пока да действительно второго происшествия христа окажетесь по другую сторону баррикады это очень важно понимать ну и слова иисуса речь его не заканчивается давайте и дочитаем на это сказали ему господи сказали ему ученики где господи он же сказал где труп там соберутся и орлы ну это то что я тоже сто раз говорил в откровении этого нету но здесь мы видим что соберемся мы все где кто такой труп опять прочитаем и по плоти и по духу ну первое конечно же где труп чей труп иисус христа конечно же распятого когда-то в первый раз бога пришедшего во плоти там соберутся и святые ну естественно труп имеется ввиду по духовному где труп там соберутся орлы где что где как павел писал смерть греха да мы все умерли кто кто со христом погребелен со христом и воскресен духовно читаем те же самые слова апостола павла вот здесь применяем ну и по плоти иисус горит где труп там соберутся орлы где бы но здесь что прям четко понять где был труп мой там соберетесь и вы все соберемся мы все в иерусалиме как я уже сказал это неважно кто-то может быть действительно будет чуть ли не телепортирован может быть это будет уже в природе вещей это нажал зашел в капсулу дома какой-то нажал кнопочку и там может любой части нашей земли оказаться может быть тебя дух святой перенесет это неважно кто-то на автобусе будет добираться кто-то пешачком пойдет недалеко там живя это вообще не имеет значения будет ли все это ежесекундно или все это будет там день два три недели в чтении года там будут собираться в этот стан святых это не имеет никакого значения посмотрите на первое пришествие иисуса второе будет это будет второй шанс человечества поймите это еще не царство небесное просто то было первым и даже первые ученики которые признавали признавали его лишь кем неким таким человеком царем мессии который пришел дать евреям там господство над всеми народами второй чем будет отличаться это уже ждут и ученики признавшие его реальным богом богом во плоти богом ищем плоть при этом крутящим все бытие это уже другой уровень он для нас он царем будет не для всех остальных для нас лично в душе каждого ученика христова господа царство божий он для нас будет царем при этом он будет с нами ходить он будет точно такой же на нем не будет там царские вот эти подполье там километрова трубы за ним там таскать будем и туфли ему целовать нет посмотрите на иисуса в евангелии бог разве изменяем нет бог не изменяем иисус будет точно такой же мы будем пребывать в радости братской любви со своим творцом это будет невероятное время для тех кто это понимает первые ученики иисуса христа то скажем первые его друзья они не понимали того дара того счастья этой ценности того в те времена когда пираса супер с кем они вообще находятся и что с ними происходит я всегда со слезами на глазах игру из надрывом сердца читаю первые стихи первого послания она о том что мы видели что мы слышали вы знаете мне кажется он когда это писал он рыдал о слове жизни которые мы видели которые явилась и которые мы видели слышали и осизали руки наши ибо жизнь явилась и мы видели свидетельствую вам что бог есть свет вот так вот поэтому конечно же радость уже тех кто все это осознал в своей жизни да будет понимать что это уже не просто какой-то человек там сядет на трон там министерство опять устроит из-под палки будет делать праведное иудейское государство по всей земле нет второе пришествие но конечно же будет по внутреннему отличаться от первого это уже будет собрание тех людей вокруг христа которые сами святы и в этой святости друг с другом и с таким лидером у нас при все наши святости ведь сколько еще вопросов каких там как было бытие как ты творил все и что такое вечность ну когда же мы там представить просто с ним быть просто радоваться жизни это просто прекрасно мы все христиане ждем этого действительно терпением вокруг нас все будут тысячи миллионы может быть миллиарды грешников мы с вами видим будет еще тысячу лет тысячу лет мы уже будем иметь возможность вечно жить и умереть только от насильственной смерти не будет уже старости как таковой да то есть старость будет побеждена и грешниками и бог даст и придя ее всем святым то есть нам будет открыт путь к древу жизни легальный да и мы видим как еще это тысячу лет что мы будем делать конечно же тоже опять проповедовать закончишь мир будет еще не весь покаянным да мы будем опять заниматься тем же самым абсолютно тем же сам что и было все будет я еще раз это очень легко все что вы хотите узнать о тысячелетнем царстве вы увидите в евангелии все будь события будь те же сам единственно это не закончится уже второй раз насильственной смертью иисуса христа все уже тогда когда грешники и дьявол будет отпущены еще раз попытаются на господа и всех святых восстать все это уже закончится и будет великое разделение великий суд да потому что уже у тех кого мозги после второго вразумления после как павел писал первого второго вразумления от вертика отвращаясь это именно из этой серии после такого великого жизненного цикла божьего плана от создания вот этой первой земли и небо его прихода явного сколько люди без него только через внутренние откровения жили и внешние явления все народы не только еврейские там через моисея пророков бог всячески во всем и хочет и просвещает всякого человека поэтому все крик где люди добрые светлые были во всех народах может быть это известные какие-то учителя все это от бога все где добро все где любовь и после потом второго такого пришествия и тысячелетнего пребывания на земле уже все люди уже четко определяться представляете вот себя представьте на секундочку я люблю вам такие образы давать размышления вот тысячу лет со христом ну все уже мы у нас реально дошлифует так особенно кто хочет кто будет его с открытым ртом слушать боготворить и все исполнять да хотя поймите он давить на нас не будет поэтому чем мы скорее ко всему добру придем тем лучше да и мы просто будем и кайфовать и мы реально станем достойными небесного царства это будет царство людей которые свободно никогда в жизни не сотворят зла будет абсолютно созревшие личности люди вот как плоды все его только вкушать вот бог будет нас вкушать а мы его и так будет это вечный круговорот вкушение радости что мы кайфуем друг от друга от добра от любви которые от радости которые мы друг другу дарим вот за тысячу лет господь нас конечно шлифует те кто будет в эту тысячу лет тоже кается приходить господу мы будем радоваться каждому грешнику более чем всем всему этому стану святых потому что мы уже святые уже счастливы но каждый грешник будет еще покающийся грешник будет дарить нам новую новую радость конечно царство божие будет ширится на земле ну как мы видим все равно будет четкое разделение между грешниками этими дьявол восстанет опять своих найдет детей и вырастет и воспитает но все это уже закончится крупным разделением чтобы те кто думать что мир может жить в аду в этом аду окажутся с такими же как они и тогда не поймут знаете когда на зону попадаешь я хоть в этой жизни слава бог не сидел у меня хватает мозгов и тех историй которые метки друзья знакомы рассказывать кто там побывал что это от и там когда пойти когда теряешь и в мире хороших людей сразу понимаешь что такое плохо и когда к тебе начинает носиться так как раньше в миру относился будучи бандитом каким-то там быдлом лохам до добрым людям когда ты там попадаешь а там есть покруче тебя и ты попадаешь в шкурку вот таких вот лохов да и сразу все на своей шкурочке испытываешь вот для чего будет великое разделение ну как он называет день великого суда вот я вам все и рассказал надеюсь все вам понятно надеюсь это видео все эти видео не праздны вы знаете казалось бы тоже любят в день поболтать они о небесных кренделях там я уже сколько раз он за это видео призвал и предупредил что без святой жизни не поверивай иисус христа а без праведной сотку свет святость что такое бог шутку любовь это добро любовь как павел хорошо и и дал ее тоже определение она не делает ближнему зла не животным не природам не людям только не забывайте глядя на иисуса прежде всего что когда он будет тыкать за нелюбовь то что вы говорите миру грешному правду этот свет режет тьме глаза это не есть не любовь это и проявление именно вашей любви к этому миру грешникам к врагам что вы говорите им правду поступайте по правду несмотря на то что все поступают иначе это и есть любовь потому что если соль или свет потеряет силу все мир сгниет и погрязнет во тьме это очень важно понимать и вот без этого ничего не будет никуда вы не попадете поэтому все что я вам сказал я надеюсь что вы сегодня свою жизнь чем не меняли поменяйте во всем будете прекрасны и будете невестами без всякой пятна или порока и на этом все всех вас по-братски люблю целую обнимаю до встречи в царстве божьем до встречи в этой жизни следующем ролике даже пока пока о